Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН. Я, к сожалению, очень сильно заболел и поэтому заранее прошу простить меня за тембр моего голоса, но пропустить это событие в игре я не мог и не мог не показать это видео вам, точнее не мог не записать его специально для вас, для того, чтобы вы понимали, стоит ли вам крутить рулетку на фараона, которая сегодня появилась у нас в игре. Итак, рулеточка на фараона. Меня очень сильно удивило в первую очередь своим ценникам, ну прям совсем убило, потому что вот эти вот 13 прокрутов вам обойдутся в 11.220. Если вы крутанете еще 2 раза, то суммарно потратите дополнительных 6.250 и таким образом все 15 прокрутов данной рулетки вам обойдутся в целых 17.470. А это действительно очень много, потому что тот же самый крушитель в такой же рулетке, находясь, обошелся мне в 15.500 и там я хотя бы понимал, за что я такие деньги отдаю. Отдавать 17.470 голды за фараона, пускай даже со всеми вот этими плюшками, я, допустим, не готов. Ну, понятное дело, что если он выпадет вам в пределах первых 8 прокрутов, то понятное дело, что вы окупились. А вот если выпадет дальше, то здесь уже все зависит от того, насколько сильно вам нужен сам фараон, ну и, соответственно, тогда уже будете сами определяться, насколько вам выгодно было рулетку крутить более 8 раз. Что касается того, что здесь еще немножко расстроило, так то, что целых 2 раза могут выпасть вот эти бустеры, может целых 3 раза выпасть по 50 тысяч серебром, которые ценностью, в принципе, нельзя на сегодняшний день считать, потому что это всего лишь 3 победы на любой фармящей машине на 7-м, либо на 8-м уровне с нормальными результатами. Ну и, что касается 2-х раз по 2000 свободки, тоже я бы не сказал, что особо жир какой-то. Да, безусловно, есть фараон, есть к нему легендарный внешний вид, есть обвес крылья ночи, плюс, вдобавок, вы еще можете взять себе обвес проводник душ, который, как нельзя, кстати, подходит к этой машине, да и, в принципе, его вводили, можно сказать, именно с этой машиной в свое время в игру. Короче говоря, ребят, рулетка, прямо скажем, такая себе, а вот что касается танка, его мы заценим чуть позже. Перейдем на мой основной аккаунт и там немножко покатаем его. А теперь давайте крутнем пару раз ради интереса, что у нас с этого получится, особо много крутить не буду, потому что за фараоном не гоняюсь, если выпадет, да, окей, если не выпадет, ну, значит, так тому и быть. Свободки 2000, ну, в принципе, не знаю, может быть, для кого-то за то количество голды, которое я сейчас потратил, это еще нормально, но я, допустим, за свободку вообще никакую голду не готов отдавать, я лучше к свободку фармить буду, используя бустеры. Абсолютно не удивляет меня факт того, что выпадает мне 50 тысяч кредитов. Ну, давайте еще пару разков крутнем, но ниже 12 тысяч по своей копилке я опускаться не планирую, я лучше потом что-нибудь нормальное себе докуплю. Ну, окей, хорошо, здесь я еще согласен, здесь типа стоящее, x5 в количестве 10 штук, но, опять-таки, не знаю, не знаю, насколько это выгодно, серьезно. Крылья ночи, согласен, здесь окупился, потому что крылья ночи действительно стоят голды, но, опять-таки, давайте будем говорить откровенно, не всем нужны обвесы, многие собирают голду не для того, чтобы делать красивее свои машины, а для того, чтобы купить машину, которая действительно будет приносить удовольствие в боях. Ну, короче говоря, ребят, вот такие вот результаты, я крутанул сколько там раз, мне сейчас выпадает за 400, я крутанул 5 раз. Шестой раз крутить не вижу никакого смысла, не хочу дальше сливать голду, так или иначе, плюс-минус шансы вам понятны, рассчитывайте на то, что фараон, скорее всего, вам выпадет где-то в районе 8-го, в лучшем случае, 10-го прокрута. Ну, а если вы совсем не фартовый, то тогда, скорее всего, придется подождать до окончания всей рулетки и заплатить полную сумму в 17-470. Ну что, переходим на мой основной аккаунт, давайте попытаемся выкатить фараона, для того, чтобы заценить его в боях. Итак, друзья мои, мой основной аккаунт, где я фараона получил абсолютно бесплатно в ивентовом событии, касающемся Хэллоуина, тогда, когда машина только появилась в игре. Я немножко голды домазал, забрал себе фараончика, и я не могу сказать, что я об этом жалею. Машина классная, машина фановая, многие хайли его за то, что он не настолько крутой, как хотелось бы, но смотря с кем сравнивать. Понятное дело, что если вы будете фараона сравнивать с такими машинами, как уничтожитель, крушитель, то, безусловно, они на голову выше, я бы сказал, что они реально разного уровня. Хотя и то, и то семерки, но фараон не настолько семерка, как хотелось бы, точнее, не так. Дело в том, что уничтожитель и крушитель, по моему скромному мнению, не настолько семерки, а вот как раз фараон действительно годная семерка. Что касается его возможностей, у него есть барабан на три снаряда, время перезарядки между снарядами составляет 2,5 секунды, что вполне себе комфортно. Нормальный для своего уровня уровень пробития базовыми снарядами, понятное дело, что против восьмерок играться будет сложновато. Что касается среднего урона, то очень даже приятный, вы выдаёте 750 единиц альфы с одного барабана. Мне кажется, что это довольно интересно, особенно с учётом того, что сама машина весит 1600, поэтому я бы сказал, что у него орудия очень даже себе достойные. Время перезарядки, да, немножко подкачивает, здесь 18 секунд неполных, и действительно это долговато, поскольку это седьмой уровень, если бы здесь красовалась цифра в 16 секунд, ну, совсем другое дело было бы. Но чем наделили, тем наделили, как говорится, чё дали, на том и играем. Что касается урона в минуту, то ДПМ для своего седьмого уровня тоже довольно неплохой, практически 2000. Разброс, вроде бы великоват, но в бою ощущается вполне себе как нормальный, что касается времени сведения, у меня лично нареканий никаких нет. Стоит также отметить, что у него есть хороший угол снаряды орудия вниз минус 7, что позволяет качественно и комфортно отыгрывать на всякого рода неровности. Также у машины есть своя своеобразная броня, если вас интересует полный зацен по фараону, то можете перейти по ссылочке, которая вот здесь наверху появится в пределах видео, либо перейдите по ссылке, которую я добавил в описании к данному видосу. Поверьте, это вам поможет получить дополнительные информации, помогающие вам принять взвешенное решение, стоит ли вам на полную крутить рулетку в попытке забрать себе фараона в ангар. Ну а теперь, я думаю, мы можем с вами убедиться, в какой мы бой прыгнем, я не хочу заходить в столкновение, давайте зайдем в обычный бой, ну и, соответственно, попытаемся машину заценить. Ну что ж, друзья, поехали, я очень рад, что с нами заехал могильщик, нам, в принципе, есть с чем сравнивать. Эти там машины, я бы сказал, с одной родословной, и та, и другая машина являются идеей Хэллоуина в нашей игре и олицетворением Хэллоуина, поэтому довольно-таки неплохо, что мы заехали вдвоем с этой машинкой. Ну а что касается фараона, то многие из вас знают мою прям неудержимую любовь к всякого рода нестандартным машинам в нашей игре. Я не люблю перерисованные машины, меня удручают многие проходные тачки, да и, честно говоря, многие премиумные машины тоже мне особого фана не доставляют. А вот такие вот уникальные, нестандартные, ни на кого не похожие тачки, с абсолютно не похожим ни на что геймплеем, в частности, мой любимчик могильщик, это действительно что-то интересное. То, ради чего стоит играть в эту игру, то ради чего стоит тратить свою голду. Ну, понятное дело, что вопрос в сумме голды, которую вы готовы потратить на ту или иную машину. Когда появился крушак в рулетке, я сказал, что я прокручу эту рулетку на 100%, я солью 15500 голды, но я заберу его себе в коллекцию, потому что машина ну прям суперская. Хотя, если говорить откровенно, наверное, все-таки крушитель даже не настолько уникальная машина, как тот же самый фараон или могильщик. Дело в том, что крушитель это такое себе подобие КВ-2, да, они безусловно очень сильно отличаются, все-таки это разные машины, с разными возможностями, с разной результативностью, но в то же время с очень похожим геймплеем, как ни крути. Только находятся на разных уровнях. Что же касается вот этого товарища, он действительно мало на кого похож в этой игре. У него классный, приятный барабан, у него точное орудие, у него великолепные возможности в отношении результативности по настрелу. Да, фармить на нем вы не сможете однозначно, потому что коллекционки не фармят в нашей игре, об этом стоит помнить. Я, по крайней мере, не знаю хорошо вам фармящих коллекционных машин, я имею в виду с высоким процентом доходности, так чтобы на них можно было бы так же качественно играть в отношении дохода, как на премиумных машинах. Но все же, коллекционки стоят любить именно за то, что они дают вам какие-то новые ощущения в игре и дают вам возможность ощутить что-то, ну, нестандартное. Будем называть вещи своими именами. Что касается фараона, я не могу сказать, что это имба, это безусловно не имбовая машина, но она доставляет фан, она доставляет веселье, она доставляет удовольствие, и мне этого более чем достаточно. Если говорить о ценнике на данную машину, то я, как любитель таких тачек, вполне спокойно за данную машину отдал бы тысяч семь, семь с половиной, вот, ну, понятное дело, в ее легендарном внешнем виде, но я считаю, что даже без легендарного внешнего вида отдать за данную машину шесть с половиной тысяч абсолютно не зазорно. Пускай это семерка, не фармящая, но уникальная и абсолютно нестандартная. Добрал-таки крушак вместо меня, обидно. Хотелось сделать еще один фраг, но так или иначе, два фрага на счету есть, перезаряжаться пока не вижу абсолютно никакого смысла. Ну и пока мы катаемся в поисках последнего выжившего, давайте кратенько обсудим машину. Как вы видите, ее пробивают, пробивают ее безусловно не везде, есть очень хорошая башня по форме, которая неплохо забронирована, она довольно-таки узкая, маска орудия большая. Короче говоря, играется в целом от башни, довольно-таки комфортно, и когда я встречаю фараона, то он мне немножечко все-таки забот доставляет. Приходится немножко посильнее повертеться. Что же касается в целом машины, да, не сильно подвижная, к этому стоит готовиться. Она по подвижности даже немножко, мне кажется, уступает тому же самому могильщику. Если он есть у вас в коллекции, то вы поймете, о чем я говорю. Машина не сильно поворотливая, но при этом всем ее ходовых качеств более чем достаточно, чтобы играть и получать массу удовольствия от этого. 2200 единиц урона, два уничтоженных соперника. Что касается фарма, то с учетом того, что у меня активирован, по-моему, прем-аккаунт, 51 тысяча округляя. Но если бы этого не было, то 28900. Кто-то скажет, что фарм никудышний, ну тогда вы просто ничего не понимаете в коллекционных машинах. Коллекционные машины приобретают для получения удовлетворения, а не для того, чтобы на них фармить серебро. И я порой готов играть на некоторых машинах, используя исключительно голду и готов платить за это серебром и уходить в минус. Но только делаю это исключительно ради того, чтобы после боя выйти с великолепным настроением и с массой позитивных эмоций. Наша результативность по команде. Второе место мы вполне спокойно могли занять первое. И фараон очень часто находится, как Райус, вот в двойке, в тройке лидеров. Мы даже обскакали Крушителя, но этот товарищ сделал три фрага. За что однозначно должен получить заслуженный лайкос. Да и в целом наши соперники тоже показали себя довольно-таки неплохо. По крайней мере, как мне показалось. Может по количеству настрела это и не видно, но скорее всего наша команда просто сыграла более профессионально. Вот такие вот результаты на фараоне вы будете получать практически в каждом бою, как только поймете, как на нем играть. Привыкните к времени перезарядки магазина, которая действительно долговатая для своего седьмого уровня. Ну и привыкните, я бы сказал, к слабой подвижности. Во всем остальном, фараон довольно прикольная и интересная машина. Стоит ли прокручивать вот эту рулетку до полного? Я считаю, что нет. 17 470 это все-таки для фараона очень дорого. И как я уже сказал, я очень сильно удивлен тому, что полный прокрут на фараона дороже, чем на Крушителя. О чем разработчики думали, остается думать нам. Ну а вам, друзья, надо подумать по поводу того, будете ли вы крутить данную рулетку. И если будете, то на каком конкретно прокруте вы остановитесь. Пишите, пожалуйста, свои результаты про круто данной рулетки, если будете ее крутить в комментариях. Пишите, если вы не будете крутить ее. И объясните, почему, чем вам нравится или не нравится фараон. Я читаю все комменты, ну а на некоторые отвечаю, если они того требуют. Спасибо вам большое за просмотр. Еще раз проношу свои извинения за тембр своего голоса. Ребят, я не специально, но стараюсь быть полезным. И пока я в строю, я всегда вовремя буду выкладывать видео. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствие. Пока-пока.